Эта авария на Гоголя случилась без малого в два. Подъезжая к пункту улица Семисалова, 15А остановился. Но двери так и не открылись. Пассажиры обратили внимание, что водитель не двигается и открыли их самостоятельно. В это время рейсовый автобус начал движение, люди выходили на ходу. Один из пассажиров разбил стекло водительской кабины и вытянул ключ из замка зажигания. Масс выехал за пределы проезжей части и припарковался на тротуаре. По предварительной информации, водитель 1961 года рождения умер прямо за рулем. По факту ЧП проводится проверка, на месте работают следователи. Пассажиры и пешеходы, как сообщается, не пострадали. Перекресток Гоголя и Крылова уже давно сыскал славу одного из самых аварийных. Утро четверга, к сожалению, тому подтверждение на часах 9.55. Французский минивэн движется по Гоголя со стороны Октябрьской. В это время японский седан стоит в другом направлении и ждет разрешающий сигнал светофора. В совершенно другой полосе. Их пути никак не должны были пересечься. И вдруг удар. Столкнулись две иномарки лоб в лоб. Рено удар выдержал, а вот Hyundai нет. Передняя часть последнего сложилась гармошкой. Водитель Hyundai потребовал медпомощь, но в госпитализации он не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Главный вопрос. Как и почему Рено вылетело на встречку? Людям, которым известны обстоятельства этой аварии, госавтоинспекция просит позвонить по телефону 71 55 55 либо 59 01 99. Максим Кемель, Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.